Добрый день. Как вы думаете, что это? Это феномен пустого черепа, один из диагностических критериев смерти головного мозга. В 1959 году французские неврологи наблюдали серию пациентов, у которых не регистрировалась никакая мозговая активность, но при этом сохранялась спонтанная сердечная деятельность. Через 10 лет, после более глубокого и детального изучения этой проблемы, таким пациентам уже выставят диагноз смерть головного мозга. И с этого времени момент смерти головного мозга, момент прекращения деятельности организма как чего-то целого и сложного, будет соответствовать смерти человека. Ни в чем так не может быть уверен человек на земле, как в собственной смерти. А задумывались ли вы над тем, что один из дней вашей жизни станет днем вашей смерти? А задумывались ли над тем, что после вашей смерти вы можете помочь другим? На самом деле любого человека такой вопрос ставит в тупик. И это подтверждают данные прошлогоднего российского соцопроса, которые показали, что 70 процентов россиян никогда не обсуждали и не обсуждают в своей семье проблему донорства и трансплантации. Когда они сталкивались с этим вопросом, они терялись, не знаю, что ответить. Что же касается нас? Видимо, данные очень схожи. В нашей стране зачастую можно услышать недоверчивые, порой даже агрессивные высказывания, касающиеся трансплантации органов. Конечно, любому человеку проще осудить другого, чем изменить себя. Но я работаю в таком учреждении, где каждый день сталкиваюсь с такой ситуацией, где при помощи трансплантации органов спасают жизни людям, взрослым и детям. Наверное, многие представляют врача-трансплантолога с таким чемоданчиком, поджидающим здоровые органы людей. Но не переживайте, сегодня я его с собой не взял, поэтому можете немножко расслабиться. Более того, люди утверждают, что врачи специально ждут, когда побыстрее уже человек умрет, чтобы забрать его органы. Конечно же, это неправда. Врач борется за каждого с максимальными усилиями, но, к сожалению, пустой череп, который вы видели раньше, уже не оживет. Что же по закону? В нашей стране, во-первых, действует презумпция согласия. Что это означает? Это означает, что любой человек, который при жизни не выразил несогласия, является донором после своей смерти. Все несогласные люди, их данные находятся в специальном регистре. Для нашей страны в данный момент это порядка двух тысяч человек. Так вот, первым действием, которое совершает врач-координатор после установки критериев смерти головного мозга погибшего пациента, он уточняет, состоит ли этот умерший пациент в этом регистре. Затем проводится второй консилиум с участием невролога, реаниматолога, представителя администрации учреждения здравоохранения, в котором очень четко подтверждаются критерии смерти головного мозга. И только после этого, после того, как врач-координатор еще раз сообщит о предстоящем мульсорганном заборе в прокуратуру, уже появляется хирург с этим чемоданчиком. Ну, что бы вы ни думали, вовсе не так просто даже стать донором после своей смерти, так как нужно соответствовать по возрасту, по определенным анализам, по сопутствующим заболеваниям. И в нашей стране только один из пятисот погибших становится посмертным донором. Но давайте представим с вами ситуацию, что вот этот человек, которых в нашей стране, их практически, можно сказать, нет, который отказался быть донором, попадает в ситуацию, когда ему самому нужен орган. То есть человек, который отказался отдать, попадает в такую ситуацию, когда, если он не возьмет чей-то орган, он погибнет. Конечно, такому человеку никто не откажет в помощи, но важно сказать, что риск оказаться нуждающимся в пересадке гораздо выше, чем возможность стать донором. Посмертное донорство может стать проявлением любви, которая будет простираться и по ту сторону смерти. Приведу пример. Этот случай широко был освещен в прессе, поэтому это не является разглашением медицинской тайны. Празднуя очередные успехи своего 16-летнего сына, семья приготовила на обед только что собранные в лесу грибы. Вся семья отравилась. Но смертельный гриб бледную поганку скушал 16-летний парень. У него развилась острая, тяжелая печеночная недостаточность, смертельное осложнение. И если бы в нашей стране не существовало такой сферы, как трансплантология, он бы погиб. Но, к счастью, ему была выполнена успешная операция по трансплантации печени от умершего донора. И спустя 8 лет, как вы видите на этой фотографии, он активно готовится к участию в Паралимпийских играх. В интервью он поделился тем, что он бы очень хотел узнать того человека, печень которого спасла ему жизнь. Но ему сказали, что не нужно. И важно, что он для себя осознал, что он сейчас живет за двоих, а значит, и его достижения должны быть умноженными на два. Этот случай показывает ответственность такого молодого пациента за свою спасенную жизнь. И она еще раз подчеркивает тот факт, что никто из нас не застрахован среди полного благополучия попасть в такую ситуацию, когда без пересадки мы погибнем. Для продолжения жизни может использоваться или живое донорство, или посмертное. В случае живого донорства один человек может пожертвовать своей почкой, или это будет целый орган, или кусочком, например, кусочком печени. В случае же посмертного донорства умерший человек продолжает жить каком-то другом. Что вообще говорят про трансплантацию в Республике Беларусь? Трансплантировать органы невыгодно в нашей стране. Стоимость трансплантации печени составляет порядка 20 000 долларов. Трансплантации почки и дальнейшего лечения на год около 10 000 долларов. Но важно сказать, что любой человек, который страдает хроническим заболеванием почек в конечной стадии, без определенной процедуры по очистке собственной крови он погибнет. Эта процедура называется гемодиализ. Так вот, стоимость гемодиализа для таких пациентов в два раза выше, чем стоимость трансплантации почки. Трансплантация печени — одна из самых сложных хирургических операций, которые существуют в данный момент в мире. Да, с одной стороны, одна операция — вроде бы одна спасенная человеческая жизнь. Но если мы можем вообще говорить о стоимости жизни человека. Но трансплантация печени — это не одна операция, а это изменение системы. Научившись пересаживать печень, мы научились многому другому. Мы научились делать операции при апохолях печени, которые раньше считались неудаляемыми. К нам приезжают коллеги из-за рубежа на обучение. К нам приезжают пациенты из-за рубежа на лечение. И в целом белорусские трансплантологи широко известны на постсоветском пространстве и не только. Другой достаточно частый домысл, который можно услышать — белорусские органы продают за рубеж. Конечно, это неправда. Приоритеты всегда белорусы, и ни один белорусский орган не пересек границу нашей страны. Да, к нам приезжают пациенты из других государств для выполнения операций по трансплантации печени, сердца, почки. Но, во-первых, это носит характер обоюдного соглашения на уровне Министерства здравоохранения. А во-вторых, приезжают те пациенты, которые у себя на родине не могут получить такую помощь. И квота для иностранных пациентов составляет 10%. Вы знаете, несколько лет назад это был самый часто задаваемый вопрос по телефону. И в целом в обществе создан такой штамп. У тебя есть проблемы какие-то с деньгами, какие-то материальные сложности? Ну так, какие проблемы? Продай почку. Вот за сколько вы готовы продать собственную почку? Есть вообще какие-то мысли, желания? Я вам скажу, что здесь единственный правильный ответ — не за сколько. Так как официально выраженное желание человеком как продать, так и купить свой орган является уголовно наказуемым. Естественно, в нашей стране это полностью запрещено. Так все-таки какая она трансплантология в Республике Беларусь? Трансплантология в Беларуси сегодня — это более 500 операций в год. Это более 20 женщин, которые перенесли пересадку, которые родили здоровых детей. Это локомотив высокотехнологичной медицины. И это та сфера, по которой нашу страну узнают за рубежом. Трансплантация органов спасает жизни. Трансплантация органов и донорства в первую очередь являются проявлением небезразличия, если можем сказать, любви одного человека к другому. А посмертное донорство дает шанс каждому выразить это небезразличие и любовь к своему близкому человеку. Так как для вас теперь звучит этот вопрос, все-таки трансплантация органов — это возможность взять или возможность безвозмездно отдать? Спасибо. 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 Спасибо.